Девушки отдыхают 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 Слушаюсь. Слушаюсь. Зачем бежал? Потому что все вы одним миром мазаны. Все равно б меня убили. Засажен Илюху. Это сметень? А, и ты туда же. Да не верю я ни в какой сметень. Ну и не верь. Яков Платонович. Что-то тут не так. Идти надо. Не велено. А если… Да тихо ты. Яков Платонович. Сумма. Ах ты ж. Давай отъезжай. Яков Платонович. Жив. Яков Платонович. Живой. Нет, уже дух. А, шутить, извольте. А этот? Как будто сквозь землю провалялся. Ну, неужто выпустили. Стой! Стрелять буду! Не стрелять. Ну, как же Яков Платонович? Не стрелять, это приказ! Слушаюсь, ваши заговоры. Сегодня вечером мы едем к Потоцким. Нас пригласили. Будут танцы. Их сын приехал из Петербурга. Помнишь, Люночку? Леонида? Да. Помню. Я вчера вечером встретила его в городе. Такой красавец. И дело в него свое. Кажется, в сделке с недвижимостью. Такой молодой и уже состоятельный. И не женат. Мам, пожалуйста, я не хочу никаких смотрины. Ну, почему обязательно смотрины? Званный вечер, увы, ну, будет много молодежи. Ну, ты же нигде не бываешь, кроме своего полицейского участка. Мама, Аннушка Штольман, конечно, обидный мужчина. И проявил себя настоящим героем этой истории. С твоим похищением. И, несомненно, это произвело на тебя большое впечатление. Но пойми, он тебе не пара. Я вовсе не ищу никакую пару. Дорогая моя, так ты останешься старой девой. Я хочу... Я хочу что-то делать. Чего-то добиться. Бегая по улицам вместе с городовыми? Я хочу учиться, найти свое место. Место любой порядочной женщины, подле мужа. Это ж скандал. Подозреваемый сбежал из-под стражи. Но как? Кулачищин уложил троих полицейских. При этом один из них не простой городовой, а полицейский начальник. Артюхин? Нет. Штольман. А что случилось? Скандал в благородном семействе. Я только что из полиции. У них там сегодня ночью сбежал подозреваемый. А что с Яковом Платонычем? Яков Платоныч в буквальном смысле получил с ног сшибательный удар по голове от беглеца. Ничего страшного, внутреживая. Лишь маленькая шишечка теперь на голове нашей меры. А что ж такое, не небес, а прыша с ней? Простите, я там забыла. Ну вот зачем? Ну зачем ты ей сказала? Вообще-то я Петру рассказывал. Мне и так голова не на месте от этого Штольмана. Ну что у нас в доме слова полиции произносить нельзя что-то? Ну действительно. Аня? Аня, ты куда? Аня? Ну, нет этому оправдания. Яков Платоныч. Виноват? Подозреваемого в убийстве упустили. Не мог он убить. Он приходил к Анастасии Калинкиной домой в то время, когда ее уговали в роще. Ну какой смысл был ему мозолить глаза, если бы он задумывал это преступление? А может он хитрый? Может он специально сделал этот отвлекающий маневр? Не думаю. Не думаете. Рапорт пишите. Через полчаса будет у вас на столе. И еще. Я имел уже разговор с городским головой. Не стоит раздувать это дело с бойцами. Парень этот умер от естественных причин. А его невеста? Уверен. Одно другому не противоречат. Ну вот только я не уверен. Яков Платоныч. Этот Сажин скончался от естественных причин. Хватит об этом. Ну а где же тело? Тем более, если тела нет, не о чем говорить. Только один вопрос. А почему же власти города не запретят все эти сомнительные игрищи? Жду от вас рапорт. Рапорт. Александр Францевич! Вы помните меня? Ну, так же я вас могу забыть, Анна Викторовна. Я вас слушаю. Мне нужна ваша консультация. А что случилось? Дело в том, что господину Штольману может грозить опасность. Я прошу вас. Давайте присядем. Есть основания полагать, что на него совершено покушение. Я не скрою. Я слышал об этой истории. А ведь Яков Платоныч себя прекрасно чувствует. Так вот в том-то все и дело. Этот удар, он может быть замедленного действия. Весь день человек себя нормально чувствует. А под вечер вдруг бац! И умер. Ну, откровенно говоря, я к такого рода таинственным ударам отношусь. С большим недоверием. Мне кажется, это все из области вымыслов, фантазий, легенд. Все-таки доктор. Но ведь никто не может знать наверняка. Подумайте сами. Ну, как же я могу лечить пациента, если я даже не знаю, где и что у него болит? Ну, да, но… Хотя, подождите. Есть некто Головин, он практикующий врач. Насколько я помню, он специализируется по подобного рода травмам. Я вот что думаю, Яков Платоныч, надо к логову Фидара подойти с другой стороны. А ты с какой же? Ну, с противоположной. Я притворюсь, что хочу стать его учеником, узнать все секреты кулачного боя. Напрошусь к Фидару в ученики. Ну, и что, это вам даст? Вдруг он проговорится и расскажет про сметинь. Ну, неплохая идея. Попробуйте, только не увлекайтесь, Антон Андреич. Ага. Мне нужно сразу вызывать Фидара на поединок. Да. Да, Антон Андреич, вы передайте господину полицмейстеру мой рапорт. Не извольте беспокоиться, тела никто не найдет. Вы уверены? Говорят, к вам два раза уже полиция приходила. И в конторе у Прымова были? Но вы же врач. Вы же все прекрасно сами знаете. Что если они тела не найдут, они ничего не докажут. Сколько бы они сюда не ходили. Жестче работай! Правый бей! Ну, поэтому я хочу узнать, где тело? Зачем это вам? Нету его. Дела с концом. Все. И еще. Мы все ждем вашего заморского зима. Ребята уже интересуются. Поэтому не стоит осмощать. Хорошо? Хорошо. Руки держи. Господин Фидар. Держи сюда, подбородник. Вы не уделите мне пару минут? Опять вы? Иди позанимайся. Я же уже все рассказал. Я не по службе. У меня дело личного характера. Я понимаю, что вы тренируете только своих бойцов, но ежели к вам пришел бы человек, вы оказали бы ему услугу. Какую еще услугу? Удар. Поставили бы. Мне, к примеру. Вам. Нет расположения к этому у вас. Я, я буду стараться. Кость, очень тонкая не подхода для нашего дела. Но она крепкая. Тело мягкое. И падать опять же не умеете. Ну, заняться, конечно, можно, но не бесплатно. Разумеется. А сметень покажете? О, вот вы куда гнете. И вы уверены, что я владею? Так говорят. Много чего говорят. А вы не слышали про зелье? Есть такое зелье. Выпил и богатырь. Сразу. Это вы уж надсмехаетесь надо мной, верно? Чего же я надсмехаюсь? Вы обратитесь к доктору Головину. Он наших ребят и пользует. В самом деле? А что за стресс такое? Откуда? Заграничное. Патентованное. Хорошо. И буду у вас заниматься. Ну, это мы еще посмотрим. Вы для начала доктора Головину садите. Хорошо? Непременно. Скажите, можно я… Попробуй. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне казалось, что мы все прояснили во время последнего разговора. Что-то я не помню такой ясности. А разве господин полицмейстер не довел до вашего сведения… Осведомленный. Только то, что доводит до моего сведения господин полицмейстер, вас не касается. Где вы были третьего дня с пяти до семи вечера? С ума сошли? На вопросы отвечайте, иначе продолжим этот разговор у меня в кабинете. Да вы понимаете, что вылететь из этого города, как пробка из бутылки. Да может оно и так. Для начала я отвезу вас под конвоем на глазах у всего города. Что вы хотите? Где вы были третьего дня с пяти до семи вечера. Здесь я был. Меня видели два десятка служащих. А в чем дело? В это время была убита Настя. Анастасия Калинкина – ваша работница. И как вы себе представляете? Я завлек бедную девушку в рощу и убил? Я задаю вопросы, на которые вы обязаны отвечать. На каком основании вы отнимаете у меня время? Ваши гладиаторские бои привели к убийству двух человек. И я сделаю все, чтобы их закрыть. Руки короткие. Понял. И причем здесь гладиаторские бои. Приходят любители померяться силой. Простые люди, рабочие, мастеровые. Они все имеют работу. А это для них забава. Белов, например, работает в каретной мастерской. А Илья, покойник, вообще из деревни работал грузчиком. Однако бойцы ваши вознаграждение получают. Ну, и что? Я тоже любитель. И плачу им премии за победу из своего кармана. Только прибыль от ставок вы в этом кармане оставляете. Все! Ни слова больше без адвоката. Пошел, дорогой. Пошел, дорогой. Доктор Головин? Да. Мне срочно нужна ваша консультация. Запишитесь на прием. Нет. Это вопрос жизни и смерти. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полиция. Свободен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Белов, мириться с силой я больше с тобой не намерен. Револьвер у меня на тот случай имеется. Я знаю, ты не убивал ни Настю, ни Илью. Мне поговорить с тобой нужно. Я никогда не верил этим легендам о каком-то особенном ударе. То есть, вы все-таки считаете, что это легенда? Если удар смертельный, к сожалению, то смерть наступает сразу. А отчего, по-вашему, умер Илья, Саша? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините, у меня начинается прием пациенты. Да, да, конечно. Конечно. То есть, вы считаете, что опасности нет? Да, совершенно никакой. И если ваш друг после удара остался жив и здоров, то он и будет в добром здравии. Благодарю вас, доктор. А не за что. Мне интересно все, что ты знаешь о Сажене. Вы ведь были друзьями? Приятелями, пожалуй. Мы друзьями. Не знаю я, чего вам такого рассказать особенного о нем. Обыкновенный парень из деревни. Невеста его из той же деревни. Отец у него был. Лучший боец в округе. По праздникам сходились они там стенка на стенку. Деревня на деревню. Так Илюха и пристрастился к этому делу. Решил в городе счастье попытать. Ну, может, чего заметил странного перед этим последним боем? С Головиным он. С доктором связался. Кто такой? Да, вертится тут вокруг боев этот доктор. Поломается кто? Он подлечит. Я говорил Илюхе, не связывайся с ним. С надобью всякие. Зелья заграничные продает. Горобейников, после свидания с Фидаром прямиком к доктору? Да, но не совсем. Мне удалось выяснить, что этот доктор Головин… продает Байксен какое-то заграничное зелье? Совершенно верно. А вы откуда узнали? Хотя потом, а вы откуда послушал. Фидар у себя на складе говорил. А вот вон. Вспомнишь солнце, а вот и лучик. Доктор Головин, если не ошибаюсь. Да. Чем могу служить? А, это сотрясение мозга на лицо. Примочечку, компрессик, молодой еще заживет как на собаке. Полиция. Следователь Штольман. Вы задержаны. Я? За что? На каком основании? А на том основании, что вы подозреваетесь в использовании недостаточно проверенных препаратов. И причинении смертельного ущерба для здоровья человека. Этого не может быть. Не может быть. Послушайте меня. Я испытывал эти препараты на самом себе. Взгляните. И ничего. А вот с этим ничего, мы и будем разбираться. Что ты хочешь? Я тебе не верю. Я не верю тебе. Ты меня вчера завела на пустырь и бросила там. Ну, что ты хочешь? Сашин обратился ко мне задолго до этого боя. Жаловался на повышенную усталость. Может быть, его мучила какая-то болезнь, хворь? Да, ему надо было побольше отдохнуть, сделать перерыв. Силенок не хватало? А, ну, про его данных, ему хотелось зарабатывать больше денег. Это до поры до времени удавалось. Но организм не обманешь. То есть, дрался на износ. Ну, можно сказать, что так. А что произошло перед последним боем? Я дал ему препарат, естественно, предварительно проверив его на себе. Ума не приложусь, что могло случиться. Он умер. Я этому не верю. И я не верю. Я не верю этому. А вы даете себе отчет, что он мог погибнуть из-за ваших лекарств? И что же за чудо препарата такое? Позвольте узнать. Ну, это недавно синтезированный препарат из Германии. Увеличивает выносливость, стимулирует и подкрепляет нервную систему. А вы правильно рассчитали дозу? Конечно. Я дал ему три пакетчика по два миллиграмма. Объяснил, как принимать. И где теперь труп вашего пациента? Да откуда же мне знать? А кто же должен знать по вашему, а? Долг врача лечить безопасно, быстро, приятно. Вы не следователь, я что-то не понимаю. Вы задержаны для выяснения всех обстоятельств. Пошло, огороди. Труп нашли. Какой труп? Не могу знать. Уляшин посыльного прислал. На пустыре откопали. Яков Платоныч, я вчера здесь видел немало с лопатой. Что? Митяй. Ваше высокоблагородие. Вот. Откопали. Ваше высокоблагородие. Ну, дела. Три дня, почитай, пролежал. Но мужики опознали. Сажин, говорят, известный боец. Как его нашли? Как? Мне показали. Кто? Этих свидетелей вы не сможете вызвать. Анна Викторовна, вы что, не понимаете, то, что вы нашли тело, бросает на вас подозрения в соучастии? Вы что, меня теперь подозревать будете? Я нет. Но, как я объясню полицмейстеру и прокурору, этот ваш феномен. А вот вы скажите, что это Карабейников нашел. Потому что он здесь вчера проходил. А почему вы ко мне сразу не обратились? Потому что вы мне бы опять не поверили, как всегда. А вот господин Ульяшин сразу откликнулся. Яков Платоныч, а как вы себя чувствуете? Превосходно. Веревка. Я нашел вчера ее на складе у Фидара. Точно такая же. Что-то не верится. Отделаем, как вы встали на складе у Тружеев этом, ПОДПИШИСЬ СТОЛЬНЫЙ ПОДПИШЕНИЕ. Да-да-да-да! Давай-давай-давай! Веревка. Яков Платоныч, яков Платоныч, яков Платоныч. Тело отправляйте Милцу на экспертизу. А сами к Фидару везите его в управление. Только городовых с собой возьмите. Да. Слушаюсь. Значит, ты здесь. Анна Викторовна, вы так и будете там стоять? Что с вами? Я… Я видела человека. Какого человека? Убрался с кем-то. И это лицо… Это лицо, оно знакомо мне. Где вы его видели? Здесь. Идёмте. Вы просто переволновались. Нет, нет, нет. Я видела его. Я только не могу вспомнить, где. Как вам всё-таки это удаётся? Удаётся. Удаётся что? Мешаться мне под ногами. Ну, знаете. Я вам эту грубость прощаю за счёт удара в голову, который вы получили. Кстати, вас ночью ударили? Значит, эту ночь вы должны провести в больнице под наблюдением врача. Анна Викторовна… Никто не может знать, что тот удар не был сметним. Да перестаньте. Всё это чушь. Если вы спорить будете, я вас тогда сама отведу в больницу. Ясно? Я уже была у двух докторов. И никто мне ничего определённого про этот сметин не может сказать. И я очень боюсь… Довольно. Анна Викторовна, это уже переходит все границы. Я не ребёнок. А упрямитесь, ну, точно, как ребёнок. Вы слишком молоды, чтобы давать мне оценки. Вы сердитесь на меня? Что, я очень навязчива? Я просто не привык, чтобы кто-то так заботился обо мне. Не привыкли? Живу один. А если я и так уже перешла всякие границы? Можно мне ещё один вопрос? Да. Та дама? Ну, вы же жизнью ради неё рисковали. А что же, она не заботилась о вас? Да что же вам за дело? Всё миновало, и я просто не хочу об этом говорить. Миновало? Как хорошо! Это кто из нас ещё ребёнок? Ну, что ж, я определённо могу сказать лишь одно, что смерть наступила в результате сильнейшего кровоизлияния в мозг. Но вот чем оно вызвано, я боюсь, это останется тайной. Причин может быть несколько. Естественных? Да, разных. Может быть, физическая перегрузка. Ну, а может быть, и сметень. А доктор, и вы туда же? Вот посмотрите, у него сильнейшая ссадина в районе левого виска. У него полно всевозможных травм, синяков. Ну, это же понятно, это кулачный бой. А могла смерть наступить от употребления медикаментов, ну, каких-то химических препаратов? Вы, конечно, имеете в виду препараты доктора Головина. Вы что, о них знаете? Яков Платоныч, ну, согласись, было бы странно, если бы я, врач, не знал, что происходит в моей среде. Определить, принимал Сажин такие препараты перед боем, возможно? Ну, в принципе, да. Только на это потребуется время. Вам знакома эта веревка? Веревка, как веревка. Этот обрезок я подобрал у вас на складе. Точно такой же веревкой был обвязан труп Сажина, и на точно такой же веревке была повешена Анастасия. Ничего я не знаю. Бессмысленно отпираться. Сначала вы убили Сажина, чтобы призовые ему не отдавать. Тело закопали. А потом невесту его повесили, чтобы она вас не уличила. Сажин зашел в подсобку и там замертво упал. Я в этот момент был в зале. Меня видела полсотни человек. А где вы были вечером следующего дня, когда Настю повесили? Дома я отсыпался. Дома я был. Кто подтвердить может? Никто. Вы не хотели деньги призовые невесте Сажину отдавать? Отдал я ей все. Отдал. Пять человек видело, что я в четыре часа дня отдал ей деньги, после чего я пошел домой. Не пошли вы домой, а пошли за Настей и повесили ее в рощу. А деньги забрали. Не было такого! А что было? Вы закопали тело Сажина. Да! Да! Мы закопали Сажина. А что нам оставалось делать, а? От чего он помер, непонятно. А тут еще доктор Головин заволновался. А как следствие начнется? Вот мы с Настей договорились, что я отдаю все деньги сполна, хотя она ему никто, даже не жена. Она за это тело не хоронит на кладбище. Антон Андреевич, доктора Головина сюда давайте. Наговор! Как у вас язык-то поворачивается, а? Это надо ж придумать, а чтобы я велел тело закопать. Зачем мне это? Прямую не велели! Да и не начальник вы мне! Но все и так изначально было понятно. Чтобы спасти дело, надо было его за вами почистить! Ну вот и выходит, что он умер, Илья, из-за ваших лекарств. Чушь! Мои препараты ни при чем! Я не знаю, от чего он умер. Как же так? Вы же врач. Да? А где вы были в момент смерти? А где-ка где? Я был в зале, все меня видели. Потом меня позвали в подсобку. Ваш слух городе. Записка от доктора Милца. Ну? Что там? Экспертиза показала, что Сажин не принимал ваших препаратов. Ну, я же говорил, говорил, а! Не там ищите. Если даже Сажина и убили, то точно не из наших. Он мне говорил, что в Затонске живет его какой-то земляк. Кто такой? Не знаю. А вы немого спросите. Может, он знает. Спасибо за совет. Дежурный! В камеру обоих. Слушайте. Как? Все же разрешилось. Все разрешится, когда я так решу. Все, все, все. Господин следователь, ну как же так? Давайте, давайте. Господа, ну, все разрешилось. Я на склад поговорю с немым. А вы, Антон Андреевич, поезжайте к бабке, у которой Настя комнату снимала. Может, она что-то знает об этих земляках убитого. Дух Ильи Сажина и Висе. Отечественная патрика. Не путай! Ух, Антон! Аймол отца! Аймол отца! Аймол отца! Эй! Черт, он же глухой. Помнишь меня? Я из полиции. Пойдем на склад. У меня к тебе несколько вопросов. Аймол отца! Где ты был, когда Сажин дрался? Где был, когда Сажин победил? Ты всегда здесь бои смотришь? А когда Сажина мертвым нашли в коридоре, ты где был? Где был, когда Сажина мертвым нашли? Так отсюда ты должен был всех хорошо видеть. Ага, ага, где, 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 где? Фидар говорит, что в это время он был на улице. Он так говорит. Услышал крики, а потом прибежал сюда, в коридор. Ты видел, как он зашел в коридор? Фидар! Фидар! Не мог ты это видеть. Соврал я. Фидар все это время здесь был, в зале. А вот ты не видел. Потому что это ты Сажина убил. Ударом в висок. Яков Платоныч! Это он убийца! Он из одной деревни с Сажиным! Анна Викторовна, назад! Не подходите. Яков, ну случай надо. Не делайте этого. from the world. Там ты, Василий. Порцвет. Да-да, это они успел. Порцвет. Ай-да. Ай-да! Ай-да. 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 Ай-да! Ай-да. Ай-да. Ай-да! КОНЕЦ Я должна была вас отпускать. Вы не должны были сюда приходить. Яков Платоныч! Слава Богу. Это он, земляк Сажина и Насте. Старуха показала, он заходил пару раз. Да. Это отец Ильи Сажина. Его покалечил во время кулачного боя. А потом и девушку его увёз. И из-за того ударованный потерял речь и слух. Значит, месть. А Настю за что? Настю за что? Что ещё? Ты прятался в подсобке и ждал окончания боя. Тебя ведь никто не замечает, есть ты или нет. А потом ты убил Сажина ударом в висок. На следующий день вы закопали тело. Настя пришла, Федор отдал ей деньги. А ты пошёл за ней в рощу. Сломал ей шею и повесил. Меня! Я умер! Умер! Я умер! Я видела ваш бой во сне. Я поэтому и пыталась вас предупредить. Значит, это изменить было невозможно? Нет. Вам просто нужно было поверить мне. Кажется, вас сильно впечатлил этот бой. Я просто очень боялась за вас. А вдруг этот смятник существует? Совсем позабыл из-за всей этой суеты. Из управления сообщили, что вам пришла телеграмма. Некая дама приедет из Петербурга через неделю и останется в гостинице. Будет вас там ждать. Это так срочно, Антон Андреевич? Вовсе нет. Прошу прощения. Миновата. Вы же мне сказали, что всё миновало. Я… Вы меня обманули. Я разве обязан оправдываться? Нет, нет. Конечно, нет. Уверяю тебя, мы с Аннет не разговариваем на эти дела. Ну, ты же видишь, как она увлечена им. Ну, это ведь прекрасно. Она расцвела, она похорошела, она… Не вы ли мечтали, чтобы она наконец оплачилась в платье и рюше? Перестала, как мальчишка сорванец, гонять на своем велосипеде? Ну, Петр, ну ты же понимаешь, о чем я. Человек с репутацией дуэлянта. К тому же сыщик, все эти расследования… А я вот решительно не понимаю. Ты будь то уверен, что завтра же, что ли он прискачет просить вашего благословения? Но он взрослый человек. Он живет раз сутком. Не то, что я в его годы. Господи, ну при чем ты? Можно подумать, ты вообще когда-то собирался жениться. Так в том-то и дело, что даже я нет. Несмотря на все мои увлечения и ряда, я же тогда голову совсем потерял. Она пришла сама не своя. Говорит, что была у Курочкиной с переводами. Уверяю тебя, даже если они встречались, Штольман не позволит себе лишнего. Я убежден, он общается с женщинами такими, которые не требуют от него обязательств. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Яков Платоныч, что же это вы засиделись? Дело ведь закончили. А вы что, взяли моду заботиться обо мне? Из моих окон видно, что в кабинете свет горит. Ну, я подумал, вдруг что. Нечего. Идите спать. Посыльный принес для вас письмо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброй ночи. Яков Платонович, я очень прошу вас забыть это досадное недоразумение, которое случилось между нами. Не утруждайте себя объяснениями. И, пожалуйста, не ищите со мной встречи. Если вы имеете хоть Толику уважение ко мне, то исполните эту мою пользу. Благодарю. Анна. Благодарю. Благодарю. Ай! Все! 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 Загонял, а старикам. Папа, а правда, что вы хотели бы, чтобы у вас родился сын? Я и представить себе не мог, что у меня родится такая дочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok